так друзья вновь рад приветствовать всех на телеканале гродно плюс в эфире программа разговоры по мужски и сегодня у меня в гостях но я бы даже сказал может быть гордость спортивная гордость нашего любимого гродно белорусский борец серебряный призер чемпионата европы 2017 чемпион мира среди студентов 2016 мастер спорта беларуси международного класса и многократный чемпион нашей страны по греко-римской борьбе павел лях встречать здравствуйте привет ваш ну как как спортивный настрой ну учитывая какая сейчас ситуация в мире какая ситуация с этой пандемией конечно тяжело потому что мы не знаем что будет завтра будут соревнования не будут буквально решение соревнованиях принимается за одну неделю то есть мы сидим грубо говоря на чемоданах и ждем поедем или нет пока давай начнем все-таки греко-римская борьба в моем понимании но не хочу обидеть никого для меня греко-римская борьба это вот борьба наверное скажем так южных стран южных народов почему то вот мне мне так кажется но и само название греко-римская да не белорусско-русско скажем так вот почему именно выбор пал на этот вид спорта ну все-таки борьба это борьба это мужской вид спорта в любом случае когда ты когда мы были мальчиками нам было десять лет мы конечно хотели быть самыми сильными в классе ну и конечно было тяжело драться так как это не разрешали поэтому мы всегда боролись получается на задних партах убирали их и просто начинали кто кого повалит кто кого удержит больше всех на лопатках ну и пару раз я кому-то проиграл если не ошибаюсь и мне было обидно я решил что я еще был меньше всех я был маленьким сам по себе худеньким мальчиком но решил что все-таки надо быть самым сильным в классе и так получилось в нашей школе 27 на девятовке открылась секция борьбы и мы всем классом можно сказать туда повалили может даже так сказать в эту секцию чтобы реально стать еще сильнее и чтобы побеждать не только всех классе но и во всей школе потому что еще вот вы знаете в детстве все равно там какая какой самый сильный класс там а б в г и хотелось конечно марку класса держать что именно в моем классе самые сильные ребята и поэтому мы все пошли туда и начали заниматься ну ты единственный кто добился таких высот из твоего я могу сказать единственный кто со школы вообще пробыл больше двух лет там да то есть очень многие ребята ушли потому что но это все-таки тяжелый вид спорта в любом случае даже самых детских времен как тренера не старались все-таки прививать нам любовь то есть это все любили бегать футбол играть вот это все выбивало все вот эти игры на ковре а ковер сам по себе мягкий то есть на нем можно прыгать падать это не спортзал где упадешь там локоть ударишь синяк кувыркаться поэтому изначально конечно всегда ты тренера дают детям игры ну вот говоря да вот таких популярных в детстве видах спорта например но тот же футбол чем он тебя не не завлек ты не пошел по футбольной тематике ну опять же наверное какие-то мужской характер мужские качества все-таки борьба это сила все-таки хотелось быть более сильным человеком все-таки привлекало то что идет такая тенденция что борцы сами по себе но не знаю как сейчас но раньше шла тенденция что борцы достаточно воспитанные люди сильная воспитанная могут за себя поставить за своих родителей за своих сестер все-таки мотивировали виды спорта каратисты вот не всегда мы всегда спорили да кто сильнее каратист боксер там я не знаю но насчет каратэ проблема все таки что это не олимпийский вид спорта и найти секцию каратэ было сложно плюс они мне кажется не знаю как сейчас были платные в основном а олимпийские виды спорта которые развиваются в олимпийском комитете они были бесплатно и поэтому а еще так получилось с 1 по 4 класс все же ребята сидят дети в одном кабинете и один учитель преподает все предметы было такое и в двадцать седьмой школе был есть такие классы не знаю как опять же сейчас карантинная то есть если у кого-то какая-то болезнь да и весь класс закрывать на карантин актуально кстати сейчас слова карантин и туда весь класс они сидели только в этом кабинете и из одного такого кабинета постелили ковер и сделали борцовский зал и так получилось что этот зал примерно вот как в вашем кабину наша студия да он небольшой и он соседний и соседний кабинет вот где я сидел четвертом классе со своими одноклассниками с одной преподавательницей то есть это было буквально в трех метрах от моего кабинета и все дополнительная физкультура я подумал класс после учебы почему нет после уроков начал ходить понравилось как родители отнеслись к твоему выбору ну мне кажется ни один родитель не будет против и своих ребенок начнет в 10-летнем в 11-летнем возрасте заниматься спортом так как это в любом случае мне кажется любой родитель понимает что спорт это как минимум прививание к здоровому образу жизни то есть если ты занимаешься в детстве спортом то есть ты вряд ли будешь его совмещать с каким-то алкоголем либо с какими-то тусовками то есть у меня не было у меня было в семь часов тренировка вечера и в восемь часов она заканчивалась но какие еще после тренировки после школы мысли еще пойти где-то гулять где-то тусить то есть ребенок приходил уставши и домашние задания же никто не ну да домашние как совмещать вот это вот для меня вот до сих пор я уже вырастил там и племянница и тоже с детьми имел дело для меня в моем понимании довольно таки сложно совместить вот вспоминая свое детство до первая смена у меня там грубо говоря с 8 утра там до двух часов дня я в школе потом прибежать на какую-то секцию побежать на одну потом на вторую потом какие-то домашние задания потом как это все совместить как ты как ну тренировки три раза в неделю то есть это не так часто это 45 минут я никогда никому не поверю что у человека нет сколько давайте посчитаем давай посчитаем 45 это три часа в неделю да ну округлить еще покатаешь три часа в неделю занимает у тебя секция спорта никогда не поверю что это может менять учет мешать учебе ты думаешь часа хватает вот три раза в неделю а да так это как бы законодательство такое это ребенка нельзя больше нагружать то есть занятие идет но она вообще два часа чем взрослее тем конечно занятие идет два часа час это 45 минут то есть полтора часа идет тренировка полтора часа я считаю это не так уж и много вот возвращаясь в детстве да давай вспомним вот вы скажем так первый бой в котором ты проиграл именно вот ну еще находясь над в тренировочном процессе кто это был кто тебя победил или вообще первое соревнование это даже вот давай вот даже не соревнование возьмем потому что к соревнованиям и к чемпионату европы еще подойдем именно вот тренировочно да там же устраивают спарринги не знаю как называется в борьбе когда тебя первый раз победили ведь пришел стать самым сильным а тут что какие ощущения внутри ведь еще ты молодой да было классно но я скажу что свои ребята не были сильнее меня с которыми начинали ходить это скорее всего такого же уровня слабочки а вот есть такой волнец юрий тадеушич он сейчас директор детской юношеской спортивной школы номер 4 единоборств и у него сын на год меня старше ну и соответственно когда у тебя такой отец спортсмен был тренером сейчас директор школы спортивной соответственно ты уже будешь детских лет будешь любить спорт будешь заниматься ну и как-то я пришел на тренировку а он занимался со старшей группой меня посадили с ним в паре ну мне где-то там за секунд сорок накрутил там столько приемов которые еще даже не знал просто то есть там голова то сверху то снизу ты там крутишься летаешь для меня он мне казалось это что-то нереально уровень там уже там чемпионы чемпионов города области то есть было интересно да ну и понимал что надо вот туда стремиться то есть всегда выбираешь себе какие-то идеалы доходишь до них побеждаешь иzing хорошо поигрыш одни чувства а чувство победы какое ну вот для тебя ну чувство победа мне кажется тоже у разного то есть у всех по разному то есть чтоб ты понимал что победа это все-таки иногда чувства хорошо сделанная работа то есть это не удовольствие то есть ты побеждаешь понимая что ты победил потому что ты этого заслужил ты потому что сильнее Когда я выиграю, я понимаю, что я все для этого сделал. То есть мне это не подарили, да, победа – это не подарок. То есть когда там очень часто видно, когда вручают медали, люди довольны, но принимают это как должное. То есть ты сделала очень большой объем работы, и поэтому ты заслужила это. То есть я не скажу, что мы долго летаем в облаках от победы. То есть почему люди не заканчивают, выиграв много медалей, ну, не заканчиваются спортом. Они понимают, что это все заслужено, и это все за счет твоего труда, за счет твоего пота и крови. Поэтому чаще всего запоминается поражение, так как ты понимаешь, что ты старался, работал и проиграл. И почему ты проиграл? Почему ты выиграл, ты понимаешь. А вот почему ты проиграл, надо уже думать. Вот возвращаясь к теме, как отреагировали родители на твое решение пойти в такой спорт. Вообще, насколько греко-римская борьба травмоопасна по сравнению с другими видами спорта? Ну, я бы не сказал бы, что это травмоопасный вид спорта, наверное, все-таки, тем более в детстве, потому что борьба все-таки... Еще тем, что тяжелый вид спорта, то, что сразу никто не дает ребенку уже идти в бой, как кажется, сразу спарринговаться. Ребенок должен научиться кувыркаться, он должен научиться падать, он должен научиться выставлять правильно руки, ставить ноги. То есть в любом случае все эти подвороты, все эти технические действия, которые подводят к занятию борьбы. Вот почему борьба не всегда такой популярный вид спорта у детей? Потому что все приходят и хотят сразу драться, можно сказать, драться. То есть сразу все ломать, кидать, бросать красиво. Покажите мне сразу бросок прогибом через спину. Хотя понимают, что ребенок к этому не готов. И это примерно на втором годе обучения, только тогда человек начинает красиво выполнять приемы, красиво выполнять броски. То есть поэтому... Драться и бороться, это в чем разница? Ну, драться мы не наносим удары по лицу специально. То есть у нас идет занятие, кто кого сильнее просто физически. То есть кто кого перетолкает, кто кого повалит. То есть у нас более... Вот почему вид спорта олимпийский и почему он не такой травмоопасный? Потому что мы не наносим вред здоровью противника. У нас такая старо-русско-славянская борьба. Два мужика выходят. Это не октагон. Да, обняли друг друга. И кто кого, как говорится, там замутузит, перевернет, перекульнет. Выкинет за круг. Да, выкинет за круг. То есть у нас вот это как в цирках раньше выступали. То есть, допустим, смешанное единоборство, это идет вред здоровью наносится. То есть поэтому это не олимпийский вид спорта, а больше коммерческий. А где есть регламентированное правило, где есть четкое судейство. Вот это вот, ну, то есть единоборство. Там судья остановил, вот смешанное единоборство. Судья может остановить бой в любой момент, как он решит. У нас же есть определенное требование. Лег на лопатке, отдал много баллов тогда. То есть у нас есть жестко регламентированное правило. Смешанное единоборство, это уже там как получится, когда ты там упадешь. Для меня греко-римская борьба чем-то похожа на дзюдо. Есть какие-то ученики? Да, да, да. Но дзюдо – это борьба для самообороны. А не в куртках, то есть это более приспособленное для самообороны. Самбо-дзюдо. Мы же выступаем практически голышом на голое тело. Ну да, как бы. Да, трико у нас называется, да. То есть оно очень тоненькое, там 150 грамм весит. То есть ты практически в купальнике. И у нас идет больше выявление, кто сильнее, а там больше идет как приемы самообороны. Мне кажется, из самообороны и пошло дзюдо. То есть у них куртки, хватают они друг друга за куртки. И кто кого на этом фоне повалит. А какой тогда сложнее вид спорта, если можно так сказать? Конечно, я не тот человек, который может объективно ответить на вопрос, занимаясь определенным видом спорта. Я его очень люблю. Я всегда буду говорить, что это самый лучший вид спорта, самый полезный. У меня даже есть на это аргументы. Но так ответить дзюдо и борьба, мне кажется, одинаково подойдут любому. Вспоминая, допустим, какие-то олимпиады или чемпионаты мира, но больше на слуху, наверное, олимпиады. Я не помню никого из дзюдоистов. Таких вот, чтобы вот на память. Но почему-то я помню греко-римская борьба в Карелин. О, да, да. Александр Карелин, по-моему, если я не ошибаюсь, для меня это вот в те времена, 90-е еще годы, там, по-моему, Барселона, олимпиады. Вот это вот гора. Вот просто гора мышц. Мне казалось, что под определенные виды спорта должны быть какие-то определенные нормативы. Конечно. Рост, вес. Сто процентов. Ну, не может, мне кажется, греко-римская борьба человек ростом 2,50 заниматься. И весом 250. Он же раздавит всех. Он там просто устанет. Да, или давит. Вот как это все в вашем виде спорта в греко-римской борьбе? Есть ли какие-то ограничения от и до? Конечно. Но это, блин, это проблема, опять же. Это реально проблема, так как все-таки должен быть отбор. То есть на секцию борьбы должны приходить люди, которые, дети, которые должны пройти и медосмотр, должны пройти просто, подходят ли они этому виду спорта. И некоторых детей все-таки нужно отсеивать, которые не подходят. Должны быть гибкими, должны быть немножко скоростными. Но из-за того, что сейчас очень мало детей занимается, очень мало детей приходит в спорт из-за современных гаджетов, соцсетей, все-таки приходится брать все, что есть. Мы всегда смеемся про то, что, допустим, штангисты, они не бегают длинные дистанции. Ну, им просто не играют в игры, так как это травмоопасно. Допустим, легкоатлеты, которые прыгают в высоту, они, может быть, не особо-то и качаются. Они худенькие такие, поджарые, высокие. Мы же вид спорта, где надо и поднимать штангу, и бегать 100 метров, и бегать 10 километров, и играть в футбол, в игры, и все. То есть у нас все виды спорта, плавание, то же самое. Нам подойдут все виды спорта. И мы все делаем, все делаем, как я говорю, все-таки абы как. Если смотреть, когда бегут легкие атлеты, они бегут же красиво, там шаг, длинный шаг. Мы же бежим, маленькие здоровые тумбочки, борцы же крепкие, ребята. То есть представь, 120 килограмм мужик, и вот ему приходится бежать эти 400 метров ускорения. Это ж тяжело при таком весе. Да, он страдает. То есть ты мало того, что бежишь, тебе еще надо свое тело переносить. Либо ему там надо 30 раз подтянуться. Ты думаешь, как можно 130 килограмм подтянуться вообще 30 раз? Они там стараются. Вот у тебя такие моменты бывали, когда хотелось все бросить. «Да не хочу, пойду на плавание». Не, наверное, не было, потому что, ну как, это мотивация была добиться в той деятельности, которой ты занимаешься. То есть я понимал, что если я пришел и уйду, я докажу себе свою собственную некомпетентность. То есть я пришел, у меня не получилось, значит, я такой, я слабый. А на это, мне кажется, все и тянуться будет. То есть в любом случае человек должен добиваться результата в той сфере деятельности, которую он выбрал. То есть невозможно прыгать с работы на работу. В любом случае есть какая-то деятельность, на которой надо добиваться и двигаться к какому-то мировому успеху. То есть в любом случае, я никогда не поверю, что вы не хотите выйти там на уровень не только Гродно, а и дальше уровень Белоруссии, и потом мировой. Все же люди, которые работают в телевидении, корреспонденции, они хотят все-таки выше и больше. Ну естественно, у человека у каждого свои амбиции есть, которые хочется достигнуть. Давай немножечко поговорим вообще о твоих преподавателях, о твоих тренерах, вот под руководством кого ты начинал, под руководством сейчас с кем-то, кто тебя заставляет? Ну это очень тоже, я считаю, один из основных вопросов, так как все-таки тренер, это как второй уже идет отец, да, потому что если учитывать, сейчас такое вступление, я сейчас нахожусь на сборе, допустим, по три недели, и я там вижу тренера три недели, приезжаю домой на неделю и вижу отца неделю только, потом опять еду на две недели, на три недели, на сбор опять вижу там тренера. Да, то есть в любом случае, а так как он старше... С тренером даже иной раз бывает больше времени проводишь, чем с одной семьей. Да, так я говорю, это сто процентов. А детский тренер, вот у нас есть детская и юношеская спортивная школа номер четыре, которая вот находится на Горького шесть, и сейчас там директор Юрий Т.Т. Волынец, это мой первый тренер, у которого я начал заниматься, он нас тренировал буквально пару тренировок в неделю, и еще есть такой тренер Охоты Николай Юрьевич, тоже тренер в детской и юношеской спортивной школе, и все, да, и вот эти два тренера, я с ними шел до училища Олимпийского резерва. И очень классно, что все-таки многие ребята, которые не добились в спорте определенных результатов, я говорю, даже на уровне Республики Беларусь по детям, но эти все ребята сейчас отличные, спортивные, все любят спорт, все занимаются, у всех, если есть дети, все детям своим прививают спорт. То есть это очень хорошая школа жизни, это очень хорошее воспитание. То есть тренер по борьбе, не факт, что сделает из тебя чемпиона мира, но и человека, достойного человека, 100% из тебя сделают. То есть даже если кто-то понимает, что, допустим, ребенок мой не будет заниматься спортом профессионально, но на этапе жизни с 10 до 15 лет, его там хоть научат на ногах стоять, защитить себя, то есть это очень полезно. То есть никогда, ни один родитель, никто не думает, что он пойдет, отдаст ребенка в спорт, и он сделает из него олимпийского чемпиона. Он такой думает, пускай сделают из него мужчину настоящего. У нас просто девочек нету, поэтому... А, кстати, девочки есть в греко-дейской борьбе? Девочки есть в вольной борьбе, у нас нету. А теперь, получается, я занимаюсь уже в более высшей школе спортивного мастерства, как она раньше называла, сейчас это РЦОП, Республиканский центр олимпийской подготовки. Занимаюсь у Чучко Ивана Михайловича, то есть это уже более взрослый тренер, и уже с ним мы двигаемся по профессиональной спортивной карьере. А можешь сказать, кто из тренеров был, ну, скажем так, более жесткий? Или все вот? Ну, мне кажется, это все-таки стереотип, что тренера жесткие. Тренера должны быть психологами, они не должны быть жесткими. Но, мне кажется, характер у всех есть, и, мне кажется, самый жесткий все-таки в этом плане я. То есть это со мной, мне кажется, тяжело, чем тренеру со мной тяжело, чем мне с тренером. Паш, у нас буквально не так много времени остается. Давай вот быстренько к твоим наградам, к твоим победам. Вот чемпион мира среди студентов, 2016 год. Что это за соревнования были, где они проходили, вообще кто был представлен, что это за чемпионат? У нас, получается, есть универсиада, всемирная олимпиада среди студентов. А второй год идет чемпионат мира. То есть один год идет олимпиада, один год – мир, один год – олимпиада среди студентов. И на олимпиаду не так легко попасть, так как страна организаторов сама выдвигает виды спорта, которые будут участвовать. То есть и очень часто борьбу не включают. Если универсиада проводится в той стране, где борьба не котируется просто. А чемпионат мира проводится. Чемпионат мира был у нас в Турции. Он тоже проводится сейчас до 25 лет, по-моему. То есть для молодых ребят проводится. И мы поехали благодаря нашему, по-моему, университету. Меня отправили, Янки Купала. Меня отправили на эти соревнования за счет средств университета. И да, я, получается, выступил, выиграл. И выиграл достаточно сильных соперников. У меня попался русский соперник, турецкий и казахский. То есть опять, как ты говоришь, более южные страны. Казахстан, Турция, да. Ну и Россия, она сама по себе. В России, Сетя, Дагестан. Да, вот эти все страны. Получается, да, выиграл три поединка. Был доволен, что выиграл этот чемпионат мира. Выполнил тогда норматив мастера спорта международного класса. Вот этот чемпионат среди студентов. Это, да, вот, как ты уже говорил, до 25 лет, наверное. Да, вот следующий твой чемпионат Европы, он уже проходил в каких возрастных рамках? Чемпионат Европы это уже среди всех. Это по взрослым. Это уже взрослые. Да, да, да. Это уже более такие... Ты стал там серебряным приземом. Да, я вышел в финал, стал серебряным приземом. То есть второе место. Да, но это очень классно. Кто стал победителем? Выиграл у нас Венгера. Такое достаточно сильно тоже, да. А не было такой жалости все-таки? Где-то я слышал, что лучше уж... Или первое, или третье хотя бы. Ну вот второе... Ну, третье, оно считается, что ты выиграл бронзовую медаль. То есть финал ты проиграл, а третье место ты выиграл. Но я бы не сказал бы, потому что в любом случае это идет какой-то... То есть мы готовимся к соревнованиям очень долго. У нас в году... Вот, допустим, если быстро объяснить, почему все иногда не любят футбол, а таким к стартам, как борьба, хорошо относятся. Сейчас могу защитить немного футболистов. У нас в году есть два старта. Чемпионат мира и чемпионат Европы. Где нужно быть в идеальной форме. Где нужно просто быть готовым на 100%. Футболисту нужно быть готовым на 100% раз в неделю, когда у них идет игра. Поэтому на фоне этого они и более травмируются. То есть потому что если ты в плохой форме сегодня, через неделю на второй игре ты тоже в плохой форме, завтра тебя заменят, и ты все, уедешь. У нас два старта таких вот. И к этому одному старту чемпионат Европы проводится весной, чемпионат мира осенью. То есть как раз-таки полгода есть. И мы готовимся к этому старту. Ну вот, закончился чемпионат мира, все, готовишься к чемпионату Европы. И вот эта полгодовая подготовка к этому чемпионату Европы, ты проходишь просто огонь, воду и медные трубы. Ты проходишь ситоотборы, ты проходишь все сборы, все соревнования подготовительные, гоняешь вес, так как это есть весовая категория, в которой Кахабиб Нур-Магомедов гоняет по 15 кг. Точно так же мы гоняем, правда, от 5, даже от 7 до 4 кг. Гоняешь вес. И когда ты выступаешь, у тебя происходит облегчение. Ты реально выплескиваешь всю свою энергию, все полностью, что у тебя было накоплено, ты выплескиваешь. И поэтому иногда даже, когда ребята проигрывают, они все равно, в каком-то смысле у них происходит облегчение, так как все, ты вот этот лагерь, как модно сейчас говорить, прошел, выступил, да, неудачно, но ничего не поделаешь, надо готовиться дальше. Олимпиадой. Когда мы тебя там увидим? Да, на Олимпиаде в 2019 году он был чемпионат мира, лицензионный к Олимпиаде, и нужно было занять первые 6 строчек. И так получилось, что в 1-4 финале, в 1-4 финале я боролся с армянским спортсменом, и кто из нас выигрывает, проходит в полуфинал, соответственно, берет автоматическую лицензию. И в 1-4 я проиграл 5-4 армянину, то есть у меня, грубо говоря, не хватило одного балла до завоевания лицензии. И потом началась пандемия, перенесли остальные турниры, и Олимпиада будет только в этом году. Опять же, лицензионные турниры стартуют уже через меньше месяца, и сейчас тренерский штаб... То есть если ты сейчас пройдешь и получишь, то есть у тебя можно будет на Олимпиаду ехать? Конечно, да. То есть осталось 2 турнира, есть 3 турнира, чемпионат мира, где надо попасть в шестерку, я стал, к сожалению, девятым, то есть мне не хватило, грубо говоря, 3 строчки. И сейчас будут 2 турнира, опять же, на которых есть возможность завоевать лицензию на Олимпиаду. Ну тогда, Паша, я вот от всего своего сердца, от коллектива радио МФМ и телеканала Городноплюс желаю тебе, конечно же, добиться, получить лицензию, чтобы в этом году в Токио мы увидели белорусский флаг и тебя на пьедестале, и я прям такой сказал, вау, Паша у меня сидел напротив, а теперь он на первом месте стоит. Обязательно, если все так и сложится, буду следить за борьбой, ну и, естественно, буду тебе писать, как ты там выступил. Да, спасибо большое, буду стараться. Огромное спасибо, что пришел, уделил время, удачи на тренировках, береги здоровье, я не знаю, что, кстати, желают друг другу борцы греко-римские. Да, наверное, здоровье самое главное, так как здоровье, без здоровья, как говорится, не будет ни результата, ни жизни, поэтому... Особенно в нашего такое непростое. Особенно в наше, да. Спасибо огромное, Павел. Напомню, друзья, у меня в гостях был серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, чемпион мира среди студентов 2016, мастер спорта Белоруссии международного класса и многократный чемпион нашей страны по греко-римской борьбе Павел Лях. Удачи тебе, Павел. Спасибо большое. Мы ждем уже после Олимпиады обязательно. Я уверен, ты поедешь. Спасибо большое. Так что ждем. Ну а с вами, друзья, не прощаюсь, а увидимся обязательно на канале Гродно+. И, конечно же, услышимся в эфире Радио Моро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова